Дети собираются в школу. Сегодня первый день рабочий после выходных. Соскучился за выходные по школе, Кирилл? Да. Да? Он сегодня пойдёт уроки задастся Вера Сергеевна. Будешь уроки делать. Это в школе школьные друзья, да? Интереснее, чем дома. Правильно, сыночка. Сегодня надо пораньше. По понедельникам они пораньше входят в школу. Карин, а все классы выходят петь или определённые? Карин. Что? А все классы выходят петь? Все. Все. По понедельникам выходят все классы на улицу. Поют гимн. А только Россия или и крымский? Россия. Только Россия? Да. Выходят петь гимн России. Кирилл, ты поёшь? Да. Да? Молодец. Умите-ка. Так, бери физкультуру и рюкзак. Физкультуру принесёшь только в пятницу. Понял, да? Понял. Малыш. Сегодня Тёмочка приспала 20 минут. И я проснулась 20 минут 8. Обычно у нас будет 7 утра. А сегодня проспал. Это что такое? Это что такое, сосуд? Уже умылся. И играется. Соклон очень удобная штука. Уже много раз об этом говорила. Но для тех, кто у меня только на канале. Потому что вчера такое видела комментарии. Нужен ли кокон? Стоит ли его покупать? Но лично по своему опыту, скажу, нам очень удобно. Можно купить вот такой вот тканевый, недорогой. Осек. Лопатусик-сладусик. Развлекается с игрушкой, борется. Моя сладкая девочка уснула. Всю ночь спала. И спала сегодня на 2-9. Умылась, даже не позавтракала. И снова легла спать. Всё отдыхает. Погода на улице пасмурная. В такую погоду, честно говоря, хочется в тазик оливье лежать, смотреть сериал, спать. И ничего больше не делать. Младкая такая. А то выспится и не будет капризничать. Ну-ка тихо лежи. Там камеечка спит. Когда камеечка спит, надо тихо быть. Мы с тобой здесь будем сейчас развлекаться. Ты чего, снова носочки снял? Один носок. Здесь вот валяется второй. Рядом с Тёмочкой. Тихо надо, да? Тихо-тихо, чтобы камеечку не разбудить. Да, сладусик, лопатусик? Красавчик. Два. Бери игрушку. Возьми. Возьми. Молодец, мой шезады. Выходило, было солнце. Сошла за угол, солнце спряталось. Мелкий-мелкий дождик. Бегу сейчас за Кирюшкой в школу. Быстренько. Тёмочку ложила спать. Он с бабушкой, дедушкой. Заврала Кирюшу. Он уже ко мне на встречу шёл. Покажи, какую ты розочку сделал. Кому сделал? Бабушке. Бабушке? Вот она обрадуется. Пошли через двор. Молодец. Сколько получил сегодня? Да. Две петелки. По фиде и по математике. Ну, по фиде. Ну, класс. Ты же спортсмен. И по математике. Ты математик будущий. Молодец. Как ты себя вёл? Молодец. Нормально? Да. Ну, это тоже радует очень. Надо себя в школе вести хорошо, Кирюша, да? Потому что у учительницы вас много. Если вы будете себя плохо вести, то как она за вами будет следить? И вы в школу приходите заниматься. Да? Да. Отвела Кирилла домой. И сбегала на рынок. Купила виноград, муку. Приду домой, вам покажу. Ну, короче, когда я его отвела, я там рассказывала, рассказывала. В общем, шла. А сейчас смотрю, думаю, куда это видео исчезло. Ну, и что вы думаете? Я всё это рассказывала. А на кнопочку-то я не нажала. Ну, и так тоже бывает. Дождик прекратился. Погода на улице шикарная. С нами вот быстренько печь пирог, что Кирюха попросил. И пойти погулять на улицу. Так, что я купила из продуктов. В последнее время мы так полюбили виноград. Взяла виноград. Он очень сладкий и без косточек. У меня дети не очень любят с косточками виноград. И тем более камилки. Поэтому беру без косточек. Взяла рачица в 200 грамм. Масло сливочное. Наша жемкоиско. Это стабильная покупка. Кефир хочу сегодня пирог испечь. Банку сгущённого молока. Рогачёв сюжет. Это сгущёнка. Для меня сама вкусная. Разрыхлитель и ванилин. Соль. Два десятка яиц. И два килограмма муки. Когда будем тебе прическу делать? Камя причесывать. Лучший подарок Каме – это полотенце. Бабуля знает, какие поднят настроения, да? Приносит новое полотенце Каме? Угу. Светочки. Видишь, она раньше не разгрызала. Надолго хватало полотенце ей. А сейчас она разгрызает и ниточки вытаскивает с ней. Угу. Вот такие вот хорошо. С них она ниточки не вытащит и долго не разгрызает. Бабуля просто никогда была дома в Камаде посмотреть. Всё, думаю, надо глянуть, Камя, полотенечко надо глянуть. Вот такое именно. Ну да, такое надо. Конечно, в пакетиках аккуратно всё сложено. А пакеты плотные такие и не видно. А, где чё? Угу. Каждый пакет доставать. А когда я там маленькая была, я так любила, когда мы сундук открывали. Рыться в этом сундуке. Тоже любила? Ага. Бабушка, когда рано открывала сундук, и я рядом с ней садилась. А чё там нам надо было в этом сундуке? Полотенце, ткани? Требки. Я тоже садилась и смотрела материалы. Вон, материалы теперь Каринки. Карина шьёт на трудах. Вот чё нам интересно было. Кариша, как твои дела? Чё? А чё такое? Ты суседник. Ну, ничего, это ж хорошо. Сними жилетку, покажи бабуле вот эту новую рубашку, как смотрится на тебя. И рукава, да, красивая? Сейчас как раз такие модные рукава. Там Тёмочка спит. Приучается к коляске. Приучается к коляске. Молча ходите. Не надо молча. Он уже выспался, походу, пять минут. Выспался? Выспался, Карин? Головы крой, отвернись от меня. Карин, ты чё сегодня получила? Я ничего. А, кстати, Кириллову электронный журнал сейчас поставили. Две пятёрки, четвёрку. Четвёрку поставили за твою розу. Он тебе розу сделал. Он принёс тебе? Да, он тебе сделал розочку. Камила, не снимай носочки. Нельзя носочки снимать, Камилочка. Надо ещё прическу тебе сделать, Камя. Да. Ну, пока нервничает, лучше её не трогать. Ничего страшного. Она же дома, не на улице-то ходит. Смысл её это... Чтобы она нервничала причесывать. Сейчас чуть-чуть успокоиться и будем причесывать. Да, Пимпочка? Вообще, раньше вот этого всего дефицит был. Поэтому, наверное, мы любили, когда открывали сундук смотреть всё. Сейчас это всё, пожалуйста, в любом магазине в любое время может пойти купить. Аромат на всю квартиру. У меня уже слюньки текут. Дети несколько раз забегали, спрашивали, ну, когда же остынет пирог, и мы будем пить чай с пирогом. Ну, надо немножечко подождать, потому что он только с духовки горячий. Но аромат просто не передаёт. Жалко, что камера, аромат просто восхитительный. Последний раз я такой... Это мой фирменный лёгкий пирог пекла. Когда ещё была беременная Тёмочка, и потом было не до этого. Летом такого не хочется, не печь, не есть. А вот с сегодняшнего дня уже сезон пирогов у нас официально открытый. Я, честно говоря, не люблю готовить. Не умею это дело делать. Для меня вот такие вот самые простые лёгкие рецепты. Я не люблю заворачиваться с какими-то сложными рецептами. Торты печь, что-то такое. Вот такое. Где 4 яйца, стакан сахара, стакан муки, стакан кефира, ванилин, разрыхлитель. Всё это смешал. Противень... Ой, противень говорю. Форму маслом смазал. И я ещё сверху добавляю кусочки тоненькие сливочного масла. Так получается пирог более такой влажный и сливочный вкус. Потому что без сливочного масла немножечко получается суховатый. И всё. И отлично. 30 минут в духовке. Красота. Кто там возмущается? Кто Кариночку за волосы тягает? Я. Ты тягаешь мою Кариночку за волосы? Отпусти, Карино, на волосы. Отпусти, Карино. Отпусти. Отпусти, Карино, на волосы. Отпусти. 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 Да, ты куда идёшь такой модный? Среди плённый. Ты куда идёшь такой красивый? Капусту, да, замотали. Кариночка, я маленький, с тебя не замёрз. Кажи, я маленький, хорошенький, сладосик, лапатусик, я скажу. Кажи, я сладосик, лапатусик, сладосик, лапатусик. Куда идёшь? Скажи своим зрителям, куда идёшь? У дяди Насте купили красивый, Тёмочки, костюмчик стильный, качественный. Ой, ну подожди. Сейчас Карина причешется и пойдёте. Идут на Валбере забирать. Тёмочкин заказ. Он тебе заказал книжку. Будет акало. Будет учиться, заниматься. Да. Ой, ну чего ты вомущаешься? А здесь я такой же взрослый пацан. Забрала Карина с Тёмочкой книгу. Я не читаю описание, девочки. Напишите, пожалуйста, вы считаете или нет. И это зря, что я не прочитала. 178 рублей стоила эта книга. Я почему-то себе в голове сложила такую вот картину, что она будет в картон. Картонный переплёт. И страницы тоже будут. Почему-то я себе такую придумала картонную. А на самом деле всё бумага. Ярко иллюстрирована, конечно. Но 178 рублей, конечно, для такой тоненькой книжки это небюджетно. Вот видите, как говорят, ну, подумала я, мои мысли и мои проблемы, да. Вот в таком пакетике пришло. Будем сегодня на Тёмочке читать. Камила! Камила! Никого нет на площадке. То, что надо для Камилы как раз. То, что надо для Камилы. Никого нету. Вот хорошо, да, Камила, когда никого нету? С одной качели на другую. А то улыбайся. Давай, держись. Тёма с одной руки на вторые руки. В калятку клади его, ха, лежит. Вот в этих дворах, что хорошо, собак нету, да? Да. То у нас в дворе и собаки, и кошки. Кого только нету. Здесь нету. Спокойно могут дети бегать. И машины, что хорошо, не ездят здесь. Безопасно. Я тебе такую прическу сделала, такой хвостик. Ты уже его всё распотрошила, Камила. Давай, держись, я тебя ещё раз раскачаю. Пока, Ками. Пока, Ками. Камила. Слезть хочешь? Давай. Давай, слазай. Куда побежишь? Весь двор в твоём распоряжении. Да, она всё подтягивает тебя. Любимая Камилкина место, она сюда сюда подходит, стоит. Погода просто замечательная. Одно удовольствие в такую погоду гулять. Да ещё и когда никого на площадке нету. Кариша с Кириллсой делают уроки. Им очень много задали, что Карине, что Кириллу. На завтра. Поэтому они не пошли сегодня гулять. Бабуля говорит, давай я Тёмочку укачаю. Вот они там гуляют с Тёмочем. В коляске уже невозможно укачать. В коляску просто катаю. А бабулина сумка. Сумку главное не забыть. Классная сумка в Reflame заказывала. Что, наверное, ей лет 10 как минимум. Так, вот такую коляску поставлю. Я, кстати, строителю Узбеки. И летом я как-то с мамой разговаривала на крымско-татарском языке. Они к нам подошли. И уже многие здороваются. Говорят, ассалам алейкум. Смотрите, какой невероятный красотый закат. Очень красиво. Пошли на тренажёры. Будешь тренироваться? Мы с вечером, когда выходим гулять, они заканчивают работу. И сидят на лавочках, звонят по видеосвязи. Своим родным и близким разговаривают. А мы кое-что понимаем, что они говорят. Да, Кайми? Хоть немножечко успокоилась. Вышли мы из дома. Всё хорошо. Всё нормально. Дошли до половины пути. И она начала очень сильно капризничать. Ну, сейчас вот разгулялась. Спокойно. Я, кстати, сегодня попробовала накрасить красную помаду. Конечно, под такую помаду нужно делать макияж соответствующий. Но решила попробовать. Будет ли мне комфортно с таким оттенком помады гулять? Напишите, кстати, пожалуйста, как он. Мне кажется, неплохо сделать макияж. Он будет хорошо. Я в джинсах, в кроссовках, в рубашке в Каринкиной. Давай, тренируйся. Давай с тобой вот идём. Хоть. Потренируемся. Классно, что сейчас делают площадки с спортивными такими вот тренажёрами. Дети гуляют, мама тренируется. Бабуля, то мы тебя провожаем, то ты нас, да? Да. Камилу отвели домой. И теперь пошли в яблоками. Надо на карту было деньги положить. И бабулю провести. Бабуля говорит, а идёмте, я вас чуть-чуть проведу. И вот так вот. То мы её, то она нас. Ещё маршрутки ходят. Значит, не так поздно, просто очень темно. Нет, здесь на центральной улице хоть как-то светло, а у нас там во дворах уже, конечно, вообще темно. Тёмочка проснулся, лежит, отдыхает, наслаждается свежим воздухом. А он действительно свежий. Бабулечку проводили. Да, игрушечка тянет. Тут сладкие ручки. Бабулечку проводили до дома. Да, мы сящих? И идём. Домась. Надо будет всех купать, помыть колёса, коляски. Проверить, собрали ли рюкзаки на завтром. В общем, мамские бытовые дела.